Это идиллия какая, он меня приобнял и несёт на своих руках к своей смерти. Ага. Буль-буль, всем привет. С вами Виктор и это Кошки. Упоротые кошки на машинках. Кошки-инженеры, коты-инженегры. Называйте как хотите. А что это мы тут видим, ребята? Я чемпионат завершил. Но внимательные зрители скажут, это как это так? Ты перешёл уже на семнадцатый этап? Ты же в последнем видео нам пятнадцатый показывал. Да, ребята, я случайно успел моментально сегодня перескочить ещё и на шестнадцатый. Сейчас я вам покажу, как это получилось. Расскажу вообще историю свою и так далее. Трёхзвёздочные детальки разблокировали. Скейт и либо облачка. Но если честно, не то, не то мне не нравится, поэтому берём любое. И супер ящик сразу скрываем. Ооо, десять тысяч здоровья, чёрт, бери. Ооо, охренеть. Фигня. Фигня. Фигня, где золотые? Что за фигня? Где все золотые детали? Ооо, импульс. Импульс моей мечты, ребята. Был бы он трёхзвёздочный, я бы, конечно, мечтал о нём ещё больше. Надо будет посмотреть, что в нём заложено. А так неплохо. Не, ты издевается, ты смотри. Он мне корпуса не даёт. Если... Хе-хе. Ладно, корпус один был. Я не понимаю, смотри. Я перешёл в трёхзвёздочную лигу. Значит, мне могут дропаться три звезды жёлтых, две звезды жёлтых, одна звезда жёлтая и пять звёзд зелёных. И, падла, он мне всё пятизвёздочное зелёное выдал. Ну как так-то? Ну что это за рандом-то такой дикий? Ну ладно. У меня тут заготовленные ящики есть. Сейчас я ещё оттуда возьму. Ооо, какая интересная лига, ты посмотри. Хе-хе. Класс, а? Никого нету, кроме меня и ещё трёх чуваков. Ну и хорошо. Итак, презентую вам свой пепелац. Погодите. Вот он. Узрите. Но это ещё не всё. Я вам сейчас презентую ещё более крутой пепелац, который ещё пока не готов выступать. Ну, в общем и целом, ребят, пепелац прокачанный, очень сильный, мощный, с двумя дырками под оружие, с дыркой под лопату. Всё круто. На нём лазер. Я, кстати, прокачал лазер на 10%. И базуки на 20%. Почему? Потому что у неё вот такая вот базука есть. Она однозвёздочная, жёлтая базука. Она дамаг просто чумачечий выдаёт. Я её прокачал, кстати, на 6 уровень. Это максимально для неё оказалось. Видимо, всё, что однозвёздочное, максимум 6 уровня может быть. И тут, ну, в любом случае, это просто чума, а не базука. Она выносит тут всё подряд. Плюс у неё ещё бонус на здоровье для катера. Ну, конечно, было бы прикольно, если бы она плюс дамаг, если бы на катере была бы. Но я подумал, что это тоже вариант. Вот. Вы посмотрите на этот корпус. Вы посмотрите. Это шедевр. Шедевр мысли. Это катер. Это ракетница. Мне нужно ещё одну ракетницу. Я жду, пока выпадет ещё одна ракетница. Хотя можно, в принципе, и вот с этим набором также заплывать в него. Ну, в общем, здесь всё будет хорошо. Я сюда навтыкаю. Сюда можно импульс воткнуть. Сюда можно ракетница. Две штуки воткнуть. И это будет корабль убийства просто. Здесь будет 10 тысяч повреждений. 15 тысяч повреждений. Легко, если базуки новые выпадут, ещё хорошие. Вот. Ну, пока я на этом катаюсь. Тот пока ещё не готов. В общем и целом. Посмотрели, что есть. Пошли вскрывать. Пошли вскрывать. А, погоди. Давай сначала сделаем ставочку. Сейчас мы сделаем ставочку. Так. Тут сверлит низом. Импульс. Странно. Мне кажется, этот выиграет. Но это много кому кажется. Давай посмотрим, кто ты такой. Ок. Кстати, заметьте, с прошлой серии у меня немножко прибавилось кристаллов. Это всё потому, что я их не тратил. Они здесь реально довольно-таки быстро прибывают, если их копить и не тратить. Так. Здесь всё пошло. Здесь пошло. Пока чемпионат смысла нет смотреть. Давай посмотрим, что в ящиках лежит. Ну, понятно, на слив. О, классика. Ну, тоже в продажу. О, так, циркулярочки пошли. Ну, опять-таки, смотри, прикинь, короной циркулярку выцепил. То есть, это по сути, это пять звёзд зелени мне даёт опять. Он паразит, а? Ух, фиг, бог. Неофигайся, одно колесо, четыре тысячи здоровья. Я офигею, дорогая редакция. Вот это я понимаю, а? Единственное, что я... Я не знаю, куда эти бигфуты ставить. Единственное, куда бы я поставил его, это на какую-нибудь классику. Ну, классика у меня нету. Давай ещё ящик скрывать. Ещё ракетница. Так, сейчас чувствуем. Мы всё-таки задвинем тот корабль. Вот пепелат у нас отправится, ребята, в бой, чувствую. Как раз-таки на ней мало энергии. Мне нужна была малоэнергетическая ракетница, потому что там мало энергии на том корабле. Зачёт. Ну, и нафига мне ты дрель? Да дрель запихини себе, сам знаешь куда, и засверли там. Классика. Нет. Потому что сколько дропа сладкого, а? Давай я супер ящик, конечно. Ну, слава богу, что дрель выпала пятизвёздочная. Значит, что-то другое станет одной звездой золотой. Всё, всё, я доволен, что пятизвёздочная. Давай, теперь золотые пошли. Катер. Ни о чём вообще, катер. Переплавку. Хорош, погоди, а где все короны-то? Ковш. Ковш. Золотой ковш, ребят. Первый золотой ковш мой. А, видимо, сейчас выпадет этот. Шкив. Золотой шкив. Тоже не было ни одного. Нитро. Плюс 20 к лазерам. Вот так вот, господа. Нитро плюс 20 к лазерам. Но с лазеров я уже ухожу, поэтому, наверное, не столь актуально стало. И энергии комплект. Отлично. Зачёт вообще. Хороший дроп. Да, в принципе, он не может быть здесь плохим, ребят. С тем, что я набрал. О, давай посмотрим результат. Смотреть. Интересно, кто кого. Папапапап. Пум. И я его сейчас засверлю. Отлично. Победа. Ну, сейчас посмотрим, что там за импульс. Жало плюс 1. Ну, в смысле, до плюс до 60 можно докачать. Но жало я никогда, видимо, не один уже. Поэтому я смел, наверное, перековку отдам. О, я от кого-то защищаться успеваю. Игрок мгновенно перешёл на следующий этап. Да с котирки дорожка. Слушай, мне столько всего нужно вскрыть, столько всего проверить. Не надо. Очень странное расположение. Знать, какая подстава может быть? Он может поднять этого чувака, а потом перебросить куда-то через себя. Не раз такое встречал. Но успеет ли он его засверлить за это время? Вот это вопрос. Ладно, давай сюда. Так, погоди, базука. Давай сразу базуку проверяем. Потому что она реально заходит. Да. Ну, давай, последний сундук. Фигня. Корона на такое говно слилась, а? Пирамида. Ну, я не знаю. Можно, конечно, посмотреть. Зависит от того, на что эта пирамида. Потому что хоть и одна пушка на ней. Но это может быть там какая-нибудь мощная ракетница на ней стоять. Сама пирамида дает к ракетницам. И поставить еще бонусы к ракетницам вот в эти слоты. Все может быть. Также может быть все это на лазеры, например. Так что тут со счетов скидывать пирамиду это не надо. Так, фигня уже. Тоже фигня. Диск. Тупо диск, ребята. Вот так вот. Плюс 20 хп для липкий шкиф. Понятно. Слушай, а что все такого маленького уровня-то попадало? Хорош. Мне не везет просто. Мне могут выпадать трехзвездочные вещи, но они не выпадают. Хе-хе-хей. Я, как обычно, сейчас открою себе сундучок, чтобы работал. Хватай. Собрать. Отлично, запускаем. Так, ну что. Попробуем все-таки собрать на том корабле две ракетницы. Или как? Или просто в лигу поглядим. Что тут у нас с лигой? Собрались ребята? Да, ребята собрались. Можно посмотреть вообще в лигу. Конечно, уже маловероятно, что я прям возьму так все и пробью. Ну, давай поглядим хотя бы. Что тут за люди? Фига себе, у него пила. Изнасилованный пилой, ракетный. Ёлки-пак. Фига себе, тут ракетниц на нем. Что ж, они все какие-то очень крутые уже. Полностью в золоте уже. Офигеть. Тридцать шесть тысяч здоровья. Офигеть, запилил просто. Главное оружие у него совсем нету, но здоровье немерено. Ну, ковш мне помогает. Кого я могу перевернуть, тех я побеждаю получается. Этого я не переверну. И он меня сразу убивает. Ёлки-палки. Я, как увидел, 10 тысяч повреждений. Сразу понял, что... Ой. Слушайте, жесть какая, а. Не, ну нахрапом. С лета, ребят, я 100% эту любви не пройду. Вы посмотрите, тут меня каждый второй... Каждый первый через третьего убивают. Прикинь, один лазер на 12 тысяч светанул просто. Я офигею, насколько здесь все мощные уже. Как мне удалось до сюда дойти? Я не представляю. Вы посмотрите, они просто ломают лицо. У них у каждого здоровья больше, чем у меня. И повреждений больше, чем у меня. Я здесь надолго, ребята. Я понимаю, что... На том, что у меня сейчас собрано, я особо далеко не уеду. Я вот, если честно, не уверен. Ну, у меня еще двое суток впереди. Я довольно-таки много сундуков открою здесь. Я более чем уверен, что что-то уж я накручу. Ну, надеюсь, я смогу лигу эту преодолеть. Давай попробуем тот пепелат собрать, который я выцепил на ракетнице. Так, ракеты, ракеты. Где ракеты все? Так, вот ракета на 4 энергии. Сразу полторашка, прикинь. Так, ракета на 6 энергии. Отлично. Так. Уже 5000 повреждений. Просто тупо вообще без прокачки, без всего. 5000. На. Так, если я те же колеса одену... То есть по повреждениям я тот же остался, что и был на прошлом корабле. Ух, по здоровью, это хорош. Не хватает одной энергии, чтобы ковш воткнуть. Но ковш еще плюс 6000... О, плюс 7, наверное, тысяч дал бы. Слушай, ну нормально, мы хоть парочку сможем проковырять тогда. Но мне в любом случае сюда нужно навешивать еще энергию, поэтому... О, я пошел ее вешать. Тут даже бессмысленно пытаться без этого обойтись. Вроде как гашки с энергией у меня еще есть, так что... Оттас, давай сразу ковшик воткнем. Я, конечно, понимаю, что это не место для ковшика. Туда, скорее всего, пойдет... Ээээ... Вот я могу... Эй, где ты? Во. Плюс 40 могу поставить процентов на ракетнице. Гак сразу полторашка повреждений. Но у меня тогда здоровья мало. Ну, опять-таки, колеса, колеса, колеса новые нужны. Даже... Даже не прокачанные на мой агрегат колеса все равно дадут очень много. Но я поставлю... Я поставлю... Вот такой вот ковш. Плюс 7300, прикинь, дает ковшик. Жесть. Это еще просто катер не качанный, ребят. Тут можно его еще немножко прокачать. Давай немножко качнем. Я думаю, тут каждый кач будет выдавать ему сразу по... Там что-то не нужно было. Ну, вот это, наверное, не нужно все, да? Блин, деньги сейчас улетят только в путь. Прикинь! Один левел взял, плюс 2500 здоровья. За один левел! За один левел 2500 здоровья! Черт, побери, не жесть! Ну, да тут до тридцатки легко догнать, даже с тем, что у меня есть, ребят. Так, это валун я хотел проверить. Пирамиду тоже хотел проверить. Там какие-то мне дрели, по-моему, выпадали. Да, вот тут мегадрель, смотри. Давай мегадрель сейчас спустим туда. Ус! Офигеть! ХПшка растет! Мать-перемать! Ну, слушай, этот аппарат уже крут... Он единственное, что переворачивать не будет. То есть, понимаете, здесь тот аппарат мог еще перевернуть. Но здесь надо тогда вкачиваться в сильный-сильный дамаг. Нужно прокачивать эти базуки. Но это уже полностью прокачанное, к сожалению. Но это тоже, наверняка, шестого уровня максимально будет. Но я думаю, я еще получу базуки. Я еще выцеплю базуки. Еще придется, конечно же, влить в этот корпус энергии, чтобы он заработал, потому что у него стартовая энергия довольно-таки низкая. Ладно, давай пока попробуем. Посмотрим сейчас, что там у нас за ракетница. Ну, если сейчас дойдем до этого момента. Полетели. Обзлетаем! Ребята, это идиллия какая! Он меня приобнял и несет на своих руках к своей смерти. Вот ты прикинь, как я просчитал, а? Вот это везение! Вот это бесконечное везение, ребята! Мамочки родные! Оно еще и на катер, прикинь! Обе базуки, обе на катер. Одна хп дает, другая повреждение растит с катера. А сам катер тоже еще ракетницам дает. Слушайте, ребят, ну все тут очевидно, да? Вот эти три детали идут в раскачку. Тут вот думать даже не надо. Ну, знаете, я теперь более-менее спокоен по поводу своего будущего в этой лиге. Ну, с таким, что я сейчас выцепил. Но не выйти из нее это будет очень сложно. Давайте сделаем ставочку. Вот здесь типа дрель, но я что-то не понимаю. Он даже не дотянется, скорее всего. Но если дотянется... Смотрите, они подъедут, они в клинч войдут. Это очевидно. И тут вопрос, дотянется ли дрель или нет? Я рискну, ребят. Я рискну, я поставлю на ракетницу. И к ним. Как бы деньги есть, я потом воскрешу все это дело, если что. Вот. Ну, бонусы тут за каждый выигрыш будут такие бешеные. У меня просто будет апаться каждый раз. Очень круто. Все мое устройство гигантское. Ну что ж, давай попробуем. Давай попробуем с тем, что есть. Это все-таки почти в два раза больше здоровья стало. Повреждения те же. Ну, единственное, что ковш теперь не работает. Он так для... Для хпшки стоит. Давай поглядим, что из этого получится. Я думаю, теперь мы не двоих победим. Наверное, больше все-таки. О, я даже с места не сдвигаюсь. Нормально. Я готов к этому. О, пошла мазня, ты прикинь. Тоже такой ко мне крадется с пилой со своей. А вот теперь как бы мне выгода, прикинь в этом. Хе-хе-хе-хе-хе-хе. На тебе вам всем, падлы. Прикинь в общем, пошел ломать лица, а. Офигеть собрал. Ну, этот меня заводил. Да, у него... Вовремя. Тоже меня вольнул. Каля подбежал на 260 рублей со словами. Привет, рисом. Привет, рисом. Слушайте, ну я вот сейчас смотрю. Прокачка и пушек, все решается. Мне просто немножко не хватает повреждений. Притом везде. Просто чуть-чуть не хватает. Либо здоровья. То есть, ага, вот он еще. Но опять на самом деле немножко повреждений не хватило, чтобы пройти его. Халк. Кстати, в прошлый раз Халка я победил. Я его тупо опрокинул. В этот раз не смог. Ну что ж, вам тут скажу я вам, ребята. Это все пройдется. Это все реально пройдется нормально. Я уже в топ смог выскочить. Ну это, конечно, еще не показатель. Но за два дня-то уж точно я что-то соберу. Возможно, даже я смогу выйти, ребята, из этой лиги свистом. Все предпосылки на это есть, ребят. У меня совершенно не прокачанное вообще ничего. И с прокачкой вот этого я прям буду очень сильно скакать вверх. Плюс надо будет еще колеса посмотреть. Может быть, реально тут и покруче что-то получится сделать. Сейчас это круто все. Это пипец жесть как круто все выглядит. Мне очень нравится, что у меня получилось собрать. Так, минуты есть еще на ставку. Давайте попробуем придумать что-то. Ну тут, по-моему, очевидно, что вот этот побеждает. Так, что нам еще надо было проверить? Пушки вроде бы я все проверил. Удачно, да, пушки проверил? Колесо. Колесо бигфутовое там было, да, гигантское. Давай проверим. Бигфутовое колесо. Вдруг оно тоже на катер. Я тогда орать буду. И пищать счастьем каким-то. Единственное, что размер его меня смущает. Вот, как бы 4000 здоровья, это уже круто. Плюс еще бонус к катеру, плюс еще прокачать. Там можно будет, у меня сейчас 30-ка почти. Причем эту 30-ку можно реально даже, я прям на видео сейчас могу эту 30-ку разогнать. А что будет дальше? Дальше будет только хуже. Больше и мощнее. Давай немножко пушку что-ли прокачаем. Пока она слабенькая, значит хорошо качнется. Так, липкий шкив. Давай прям корпусом туда. Оп. Не слабо так, 229 сразу. Оп. Щедренько, да? А потом еще по плюс процентам пойдет. Уху, блин, я счастлив на самом деле от того, что я увидел. Я, наверное, уже второй или третий раз говорю, что я счастлив. Я даже не думаю, что мне нужны вот эти вот как-то исследовать, их расследовать. Но пирамида точно не зайдет. Я вот так подумал. Здесь уже и так настолько все шедеврально и круто сделано, что уж пирамида точно не сильно не поможет. Вот. Вот эта штука может быть еще пригодится, например, на следующем каком-нибудь этаже этапе. Поэтому я пока ее сохраню. Все остальное можно продавать смело. Потому что деньги тоже нужны. Так, это мой старый катер. Сиркулярка. Так, хорошо апнет. О, хорошо апает за счет того, что 10% на сиркулярку он довольно мощно апает. Так, старый катер. Но я пока, наверное, не буду его сливать. Хотя плюс два уровня сразу дам. Нужен ли нам старый катер, ребят? Ну, тут, по-моему, уже я его перерос сильно. Он показал, то есть, все свои возможности. Я думаю, от него можно избавляться уже прямо сейчас. В любом случае, в базуку надо апать. Руч. О, смотри. Плюс 15% повреждений сделал. Тупо прокачав немножко базучку. Пошли посмотрим, что нам тут дают. Ну, в принципе, это было очевидно. Они входят в клинч, и здесь дрель достреливает все. Валун. Валун. Это колесо можно сразу сплавлять, потому что на волне такие колеса не нужны, в принципе. Что и хорошо, кстати. Что и хорошо. Кстати, теперь можем еще сильнее прокачать. Хотя, погоди, Валун. Хоть он даже и Валун, но он так много дает здоровья. Оу. Нифига себе, минус 2-3. А что так много-то? Минус-то. А, я же прокачал катер. Он же теперь сильнее стал. Преимущество получать стал больше. Точняк. Не, пока плюс процентов хп нормально заходит. Я же его чуть-чуть прокачал. Он теперь больше здоровья впитывает. Ну-ка, тогда сюда. Ух, сильно. Хорош, вообще прикольно. Надо будет посмотреть тогда вот эти всякие вещи. Что дают? Так, это катерский колес. Тоже Бигфут на Валун. Давай-ка, сливаем его. Отлично, господа. 31 тысяча здоровья, 5754 повреждения. Вот это я называю качественный скачок вверх. Ну, попробуем давай с такими показателями зайти на чемпионат. Конечно, я его все равно не проеду. Там были ребята, с которым нужно намного больший ап, чтобы их пройти. Но это будет, ребята, постепенно происходить, когда я буду прокачивать свои шмотки вот этим вот делом. Давай поглядим, что все-таки я собрал. Да и деньги уже кончаются. Так что тут особо прокачать-то уже. Хотя можно продаться довольно-таки серьезно. Ну смотри, вот этого уже убил. О, как вовремя донатка у тебя заходит. 100 рублей от Алина Сапонова, привет. Чуть-чуть, вообще. Как же приятно проснуться с утра и увидеть, что Винчика стремит. Опять чуть-чуть. О, у тебя утро? Прикольно. А у меня ночь глубокая. Так. Фига себе светанул. Вот с этим самая большая проблема меня поднимает. Слушай, реально совсем чуть-чуть дамаги не хватает. Вот вообще капелюхи не хватает повреждений. Я уже просто всех ломаю. Буквально ты посмотри, поднял чуть-чуть КП, поднял чуть-чуть дамаг. Уже начал ломать почти всем лица. Тут реально, кстати, чуть-чуть приподнять еще дамаг на базуках. На нижней особенно. Потому что тот чувак меня поднимает. Очень больно становится. И все. Я победа. Я даже смогу пройти. Слушайте, такими темпами я посмотрел на развитие событий. Я скорее всего перейду эту лигу быстро перейду. Мне кажется, там реально не хватило дамаги. А повреждения у меня будут расти. И очень серьезно расти. В процентах они будут расти. Поэтому я думаю, здесь, ребята, мы увидим с вами переход мгновенный. Ну, не на стриме, потому что реально уже качать-то нечем стало. Тут вещи на продажу только остались. Если так, то по чесноку. Так, вот эти можно качнуть. А, это уже максимум, да? Три пятьсот. Две двести. Ну, тут уже слишком много надо всего. К сожалению, плюс дамаги тупо плюс дамаги у меня нету. У меня есть только плюс хп. О, у меня есть плюс хп. Ну, тупо плюс хп тоже не вариант, на самом деле. Когда у тебя за прокачку одного уровня катер получает сразу плюс дохрена. Вот эти, кстати, плюс хпшки, вот в тела как-то тоже не комильфо вливать, если честно. Потому что влив плюс хпшку, мне потом намного дороже будет вливать плюс энергию. Лучше плюс хпшки вливать там в колеса, в лопату, в какие-то такие бонусные вещи, которые, во-первых, они всегда с тобой. То есть ты меняя корпус, меняя оружие, ты всегда оставляешь с собой какие-то вещи, которые... Ну, всегда вот колеса, например, вот эти, да, они уже со мной хрен-те знает сколько. Я, по-моему, два катера на этих колесах уже поменял. А колеса все те же, понимаете? Так же и лопата. Лопата это вообще у меня с незапамятных времен. Все вот, она на мне стоит и стоит, стоит и стоит. Всегда будет стоять, я чувствую, до конца игры. Если катера будут еще попадаться грамотные. Поэтому вот что лучше прокачивать, так это вот такие вот вещи. А вот здесь мне лучше я прокачаю энергию потом. Хотя что-то еще более крутое, чтобы выпало. Ну, может быть, в ракетнице вот такая выпадет еще более прикольная. Чем черт не шутит. Все может быть. Вот это вот можно продать сразу. Вот эти вот ракетницы тоже можно все попродавать на Титан. Какая разница, она зеленая. Все, что зеленое, уже не камильфо. Слушай, а у меня тут лазер какой-то был мега прокачанный. Может быть, я смогу за счет него выскочить? Где мой лазер-то? Вот он, 60% на катер. Но он уже не котируется, понимаете? Сейчас, например, смотрите, выпадает лазер. Рыжий, например, да? Даже с двумя звездами он будет 4000 повреждений делать. То есть, вот этот... Тут даже со всеми плюсами этот лазер, он уже не котируется. Поэтому его смело можно сливать, я думаю. Ух, ты ж, блин, прикинь, сразу левел дает. Ну и давай, че мы мелочиться-то? Мы явно уже переезжаем на этот агрегат. Где-то у меня еще прокачанный лазер был. Ладно, давай, это все в продажу. А, денежки потекли рекой. Слушай, может, сейчас все-таки прокачаю, а? Может, хватит денег? Хватит возможностей. Так, эти звездочки, но еще нормально идет. Может, ну, этот валун нафиг, а скинуть его и все. Так, вот этот катер скинуть надо. Этот катер точно мне не зайдет. Поэтому мы его сразу продаем. Так, что еще у нас интересное есть? Тут только дрели остались, по сути-то. Ну, давай попытаемся. Все деньги спущу. Что такое? Почему не входит? Что за фигня? Че-то не могу прокачать, ребят. А че-то... Как? Денег что-то не хватает или что? А, у нее шестой уровень максимальный и типа там перебор по уровню. Блин! И чем-нибудь передокачивать его? Колесо слить туда прям. Ну, давай большое колесо сольем. Большие колеса не нужны. Так, да, большое колесо и очень большое колесо. Хватит сейчас. Чуть-чуть не хватает, ты прикинь. Ну и ладно, сейчас что-нибудь найдем. Пирамида, валун. Вот давай, валунский бигфут. Есть. Атас, все, максимум. Обе пушки на максимум качаны именно по левелу. 6-200. Ну что, смотрим. Преки, сейчас пройду, вообще будет катастрофа. Ай, черт, чуть-чуть не хватило, прикинь. Вообще копилюхи не хватило для того чувака. Ага. Этот меня поднимает, засранец. Блин. Этому тоже копельку не хватило. В общем, каждого по копельечке, ребят. Ну, что тут скажешь? Ладно, этих я уже убивал. С меньшим количеством здоровья и базуки. Что тут скажешь, ребят? Давайте отменяем. Значит, что я могу сказать? Как только... Как только вот здесь я получаю какие-то бонусы, я более чем уверен, что я тут же смогу пройти моментально этот уровень. Но, к сожалению, в видео это не попадает. Как видите, я уже постарался по максимуму вкачаться. Тут просто чуть-чуть повреждений не хватает. Вот капельку. Капельку прокачивается корпус, прокачивается эта ракетница. И все, я переезжаю в следующий раунд. Вот. Ну, к сожалению, да. Это будет, видимо, не на видео. Но вы можете предвкушать. В принципе, вы понимаете, как это будет происходить. Вот. Ну, а в следующем раунде я там всех накажу. Я вам обещаю. А пока, я думаю, на этом можно закончить. Эту серию кэтсов. Она эпичная получилась. Мы с вами открыли просто супер-пупер-мега базуку. Ракетницу. Она поменяла... Не то, что поменяла. Как бы планы были, конечно, садиться на этот корпус. Но они меня на 100% убедили, что это будет верное решение. Такая ракетница. И я счастлив. И все счастливы. Е-е-е-е. Всем всего хорошего, ребята. До встречи в следующих видео. Лайки, подписка, комментарии. Выписайте ссылочку на плейлист. Ссылочка на группу ВКонтакте. Пока-а-а.